Не время наслаждаться этой прекрасной мелодией. Ведь нас ждет поиск последней части куклы, которую я просто зверски хочу найти, поэтому Тимми иди к дяде, дядя не обидит, дядя добрый, дядя тебя всего лишь попросит вежливо. Отдать мне то, что надо отдать. Так, а ты побежал сюда или все-таки в ту комнату? Я так и не понял, но все равно я упасть не могу, поэтому... Мальчик, отдай. Почему ты не хочешь мне ее отдать? Это тонкий намек на то, что мне не надо этого делать. Мне не нужно эту куклу собирать воедино. Так и скажи. Привет. Привет. Ну, если бы я мог так же, как ты, растворяться, то, конечно, бы я нашел. Так, дверь, которая не поддается, хотя раньше она поддавалась, но не открывалась. Оп-па-на. Так. Тоже не открывается. Тут мы уже везде были и все смотрели. Какой проказник. Упустил Тимми. Я гнался за Тимми, пока он не заперся на чердаке. Я не смог достать последнюю часть куклы. Надо сообщить об этом. Понятно. Ну, что ж... Пап! Мне Тимми не отдает последнюю часть куклы. Накажи его. Пап! Так, стоп. А этот был? Что-то я не помню этого места. Или я в прошлый раз так намучился с поисками, что не заметил. Да нет, я тут не был. Я бы тогда увидел бы эту записку. Да увидел бы. Дочка странно себя ведет и постоянно убегает в свою комнату. И играет только с куклой, которой подарил ей отец. После этого разговора я пошла в комнату Элли проверить, как она. Через дверь я услышала, как она разговаривает с кем-то. Я жутко испугалась, потому что ей отвечал какой-то жуткий голос. Ворвавшись в комнату, я увидела, как Элли сидела за своим чайным столиком вместе с той куклой. Которая, как мне показалось, злобно смотрела на меня. Я отвела ее и начала спрашивать, с кем она разговаривала. Но сколько бы я вопросов не задавала, сколько бы не кричала, она молчала. Не проронив ни слова или эмоции. У меня была такая истерика. Эх, если бы был тут мой Гарольд. У меня была сестра, но я думаю, что она еще не жива. Так, я тут явно не был. Хорошо. Ну, не знаю, хорошо это или нет, но тут я явно не был. Тут я был, помню. Ну, тут тоже толку никакого. Ладно, нам нужно сообщить о том, что последнюю часть мы не найдем так, ну, не возьмем так, как она на чердаке. И, соответственно, так, прятаться пока не надо. Но будем иметь в виду. Так, эта дверь почему-то не открывается. Есть такой тонкий намерк на то, что она нам откроется позже. Так, хорошо, значит, мне нужно пойти к своему бате, если кукла меня не обманывает. Так, и это у нас все находится на втором этаже. Коль я опять не ошибаюсь, то, что уже все. Хоть я отдохну, как и обещал, но минут не 15, а всего лишь 5-6, так. Но все же. Не любопытно узнать, чем все это закончится. Ведь, что я должен... Опа-на. Так, ну, подсказок я пока никаких не наблюдаю. А, что это значит? Время должно быть час дня. А, открыть. Ну, да, я эту комнату уже открыл. Нашел. Да-да-да. Ну, а вот с часами пока прикола не понял. С часами я вроде бы еще не взаимодействовал. Привет, батя. Окей. Кто это? Спасибо. Ключ от... Libra... Так, хорошо. А что ты нам еще поведаешь, милый? Найди 5 рисунков проклятия и сотри их. 5 рисунков проклятия. Еще и рисунки какие-то искать. Вы издеваетесь, я... О, господи. 5 рисунков проклятия. Вот это... А ну-ка. Ага. Это нам тонкие подсказки, да? Опять-таки. О том, куда идти надо. 5 рисунков проклятия найти. Вы серьезно сейчас? Так, а куклы, которые тут висели, уже нет? Что бы это значило? Найти 5 рисунков проклятия. Ну, хоть за монокль спасибо. Без него я, наверное, тут кончился. А, наверное, вот оттуда ключ нам и надо. Ключ от библиотеки, да. Значит, я правильно понял перевод. Либо ли это библиотека. Потому что были сомнения, что неправильно я собираюсь перевести. Поэтому не стал озвучивать сразу. Но все-таки оказалось, что правильно. Так, а вот и библиотека. В принципе, нам в эту библиотеку уж надо было изначально. Ищи солнце. Ищи солнце. Ищи солнце. В библиотеке. Так, ну хотя бы теперь нам ответили на вопрос, почему призраки так себя ведут. Они добрые и милые, как хотелось бы. Но, возможно, это очередная уловка. Лишь бы только идти на поводу у них. Но выбора у нас нет, поэтому... Ну, что ж, ищи солнце. Я бы вас понял. Прежде чем я это сделаю, дайте я еще осмотрюсь. Может найду для себя что-то интересное, помимо основной цели. Но, видимо, больше ничего нет. Так, а где нужно прятаться, если что? А тут и негде прятаться. Ну ладно, будем искать. Что-то где-то случилось. На втором этаже. Ну что непонятно. Ну самое главное, что мы нашли наш первый элемент. И с ним разобрались. Допустим. Так, где искать второй? Потому что подсказок я вроде бы не наблюдаю. И взаимодействовать еще раз тоже нам не дают. Но, в принципе, это нам и не нужно. Окей. Или нам нужно каждый раз идти к кукле и отчитываться о своих проделках. Или уже надо просто пойти на второй этаж и посмотреть, что же там изменилось. Что-то зашаталось. Или задвигалось, зашаталось. Что-то, в общем, произошло. Что, где? Я пока не понял. Так, ну вот, если библиотека здесь, получается. Тут-то мы уже были. Записки. Да, читали. Но тут все без изменений. Ага. Так, найти 5 рисунков. Но один рисунок найден. Намеков на второй я пока не вижу. Так, хорошо. Хорошо. Выбора-то у нас, по сути, немного. Так, ну там мы были. Забрали. Что-то произошло. Только пока непонятно где. Либо на втором, либо на третьем этаже. Ну, если так, то у нас есть возможность это выяснить. А у нас был этот вход раньше завален? Ну, завален. Забаррикадирован. Или нет? Ха. Уже не помню. Так, ладно. Бать, нам новое что скажешь? Ха-ха. Исчезновение куклы. Кукла, в которой заточена душа моего отца, исчезла. Что могло произойти? Надеюсь, я не опоздал. Может, в шкатулке что-то скрыто? В какой шкатулке? Так. Гербария канита. Также называют ведьмин цветок. Ээээ. Погоди. Как, 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 как. В какой шкатулке? Ты о чем? Можно для особо тупых просветить? Про какую шкатулку сейчас речь. Так. Здесь по-прежнему одно и то же. Так. Кукла исчезла. Может, мне теперь покажут новое место? В которое пойти надо. Ну да, по-моему. Да. Не уверен, но... Нет, нет. Там уже были то, что сама библиотека. Так. Хорошо. Пропала кукла. Теперь, может, в той шкатулке что-то скрыто? Какая шкатулка? Так. Ну, комбинации у меня нет, поэтому... найти пять рисунков. И уничтожить их. Спасибо, конечно, но... Серьезно. Без подсказок. О том, где эти шкатулки. Но это будет крайне жестко. Теперь опять закрыто. Так, найти пять рисунков и спалить их к чертям. Кукла исчезла. Кто ее забрал и где теперь ее искать, непонятно. Теперь еще тонкий намек про шкатулку. Что... Какая шкатулка? Опять придется полчаса бродить по этим местам, чтобы понять простую истину, что за шкатулка имелось в виду. в комнате там, где мой отец типа... шкатулки я никакой не наблюдал. Ну, наверняка, все опять очевиднее некуда. Просто я не понимаю, что, где, почему и куда. потому что по сказкам меня зовут опять в то же самое место. Ну, мне в той библиотеке больше, по сути, делать нечего. А может и есть что? Наверное, я опять чего-то не понял. Может быть, это место, которое было там забаррикадировано, а теперь открыто? Вероятность этого вполне себе возможна. Надо в этом убедиться. Так, а, тут у нас окно. Упс, опять лажа вышла. Так, ну, действительно, больше тут ничего нет. Куда же пропала кукла? Кто ее забрал? Или, может, кукла сама ушла? А мы тут сидим, страдаем. Что же за шкатулка имелась в виду? Библиотеки никаких шкатулок больше нет. Ладно. Так, опа. Серьезно. Да, было сказано В библиотеке ищи солнце Но то, что мы взяли Это явно было не солнце Да, получается То, что мы сейчас бродили, опять было зря Но ничего страшного, мы вернулись И обнаружили это место, в следующий раз будем Внимательнее осматривать каждый уголочек Солнце найдено И теперь у нас есть ключ От шкатулки Заводной ключик Ключ от шкатулки Вопрос Опять же От какой шкатулки? Где она была? Я не помню От слова вовсе А ну-ка, может теперь у тебя подсказки есть? Поскольку я уже Нашел то, что нужно В библиотеке Солнце найдено Из головы достались ключ от шкатулки Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у или же нет может это имелось ввиду но будет обидно если я опять ошибся я думаю это простить нет все таки видимо я правильно так шкатулка вот она а 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 и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, мама. Упс. Ух ты. Ну, явно это все не настоящее. Красивое дерево. Ничего не скажешь. 17 сентября 1900 года. Все кончено. После вчерашней чертовщины я проснулась от кошмара. Я пошла проведать детей. Но лучше бы я вовсе не просыпалась. Посреди комнаты детей стояла темсин. Ты что-то бормотал. А мои любимые дети лежали бездушно у ее ног, все в крови. Услышав, что я вошла в комнату, эта ведьма накинулась на меня и начала кричать, что это все моя вина. На крики сбежали служанки и оттащили темсин от меня. Она была вне себя. Ее лицо исказилось в ярости и ненависти. Ко мне. Она не переставала говорить, что это я убила своих детей. Она совсем сошла с ума. Я взглянула на своих детей и ярость захлестнула меня. Она убила моих детей. Я убью ее. Мы ее повесили на заднем дворе. Я хотел, чтобы она почувствовала мои страдания. Чтобы она тоже познала боль матери. Лишившиеся детей. Но одна из служанок предала меня и помогла ее отпрыску бежать. Гароль, Элли, Тимми. Я не знаю, как справиться с этой болью. Ясно. Спасибо. Теперь все стало на свои места. Вот почему мы ничего не знаем. Потому что это не наша семья. Мы являемся сыном той самой Темсин. Я правильно понял? Темсин. Я вспомнил, что это моя мама. Но она не могла сделать это. Я не хочу вернуться. Мой любимый сын. Питер. У меня чрезвычайно мало времени. Судя по всему, мне не удастся увидеть, как ты взрослеешь. Прости меня за это. Я пыталась сделать как лучше. Я старалась ради других. Но вышло так, что мой родной сын останется без матери. Я сказала, Мердит, увезти тебя подальше от этого проклятого места. Надеюсь, что проклятие этой куклы тебя не затронуло. Все произошло так быстро. Это суматоха. Надеюсь, Мердит успела взять мой кулон и передать тебе. Он должен помочь защититься от проклятия. Слишком мало времени. Надеюсь, судьба сбережет тебя от всех невзгод. Бесконечно люблю твоя мама. Ну, как я и предполагал. Зря мы собрали эту куклу. Ну, своя же мать. Наверное, и убила. Как я и говорил, предполагал и ранее. В одно время добрая и заботливая. В другое время злая до невозможности. Прошу прощения. Допустим. Вот такой вот сюжетный твист. Так, что у нас, кстати, было написано? Странное видение. Что это было? Видение? Или я увидел прошлое? Внезапно я попал в странное место, где росло дерево. Было так уютно и тепло, как вдруг я нашел дневник. Все изменилось. Вокруг все стало гореть. И позади меня оказалась женщина, которую повесили. В руках у нее была записка, адресованная мне. И вдруг я вспомнил ее. Это моя мама. Ее звали Темсин. Боже, что же здесь случилось? Почему у меня отняли ее? Она же хотела помочь. Детская брошь. Помню, как Элли очень сильно дорожила этой брошью. Кольцо. Старинное кольцо с эссумрудом. Почему-то я чувствую какую-то силу. Хорошо. Что ж. Раз так. Походу, все дело движется к своей кульминации. Но так ли это? Узнаем. Через мгновение.